Всем привет! Последние 6 лет в своей жизни я очень плотно подсел на игры жанра файтинг. Собственно, я и раньше их любил, но любовь вышла на новый уровень после обнаружения единомышленников. И решил я одному своему единомышленнику смастерить аркадный контроллер. Ибо сейчас его орудием является клавиатура A4Tech X7 за 700 рублей. Что, правда, не мешает ему иметь максимальный ранг в одной из серии файтингов и очень неплохие в других. Но все же на ней есть такие неприятные моменты, как невозможность одновременно нажать три рядом стоящие кнопки, да и жмутся они уже не так, как у новой. Мысля наперед, я решил делать не просто стик, который он, собственно, давно хочет, но никогда не пробовал на нем играть, а стик, совмещенный с хитбоксом. Так как это типа развлечения ради, то сильно много денег тратить не хотелось. Так, начнем потихоньку с выбора комплектующих для нашего бич аркадного контроллера. Собственно, аркадная палка, которой была докуплена голова для игры в 3D файтинге, например, Tekken. Стик 662 рубля и голова 258 рублей. В стиках я не разбираюсь, рекомендовать именно этот не могу, а по результату скажу, что, наверное, вообще не могу. Во многом именно эта палка привлекла тем, что она разборная и в случае чего ее можно просто убрать и забыть вообще. Ну и в транспортировке проще. Ну и, конечно, она была одна из самых дешевых, фирменная обошлась бы примерно в 2000 рублей. По итогу клиент от стика оказался не очень в восторге. Сказал, что нужно слишком много силы, чтобы его толкать, а вот у корейцев на видео все легко. Ну, может быть, и стик вправду плох, а может, у корейцев пальцы накачаны. Точно сказать не могу. У одного товарища есть хори Real Arcade Pro 4 и мне показалось, что он там не особо мягче. Но люфт там был точно меньше. В любом случае, по итогу, эту нерадивую палку при желании на другую заменить можно. Кнопки. Насчет кнопок я думал долго. Качественные кнопки стоят дорого. Примерно 250-400 рублей за штуку. В моем плане их было около 20. Такой вариант мне точно не подходил. Можно было бы купить пачку дешевых непонятных кнопок из самых темных подвалов Китая. По цене 20 таких стоили бы, как две оригинальные. Но тут возникла мысль. Человек и так играет на клавиатуре, да еще на мембранной. Рассудив, решил, что пачка качественных игровых Kiel Silver Speed за 929 рублей будет лучше, чем пачка непонятно чего. Кнопкам, конечно, понадобились еще кейкапы. Самые дешевые PBT кейкапы удалось найти за 337 рублей. У меня есть хитбокс, который мне давал попользовать один товарищ. Я скажу, что по итогу клавиатурные кнопки мне понравились даже больше. Аркадные кнопки слишком большие. С моими маленькими ручками я могу иметь нормальный контроль только над четырьмя, пятью. Что вообще не айс. С клавиатурными кнопками я вполне управлялся с 8-10. Пришло время выбрать сердце нашего аркадного контроллера. На Алишке много вариантов плат типа Zero Delay за 300-500 рублей. Но мне очень не хотелось ее брать, так как это директ-инпут плата со всеми вытекающими. Современные платы с совместимостью, например, PlayStation 4 стоят недешево, начиная от 3500 рублей. В общем, не в бюджет. Как вариант купить БУ, шатанный PlayStation, либо Xbox контроллер. Но наш клиент играет исключительно на ПК. Зачем это все? Так что мой выбор по итогу пал на Defender Zoom с поддержкой X-Input. Данный геймпад обошелся мне всего лишь в 520 рублей из магазина. Даже удалось пару вечерков протестировать его в играх. Прежде чем предастся бесовским ритуалам. Начинаем процесс разбора геймпада. После снятия корпуса я решил подключить геймпад к ПК и с помощью небольшого куска припоя проверить, что при замыкании контактов я получу нужный результат. Что мне понравилось в данной плате, это то, что абсолютно все контакты были подписаны. Но на всякий случай решил перепроверить. Отпаиваем все ненужное. Хотя была мысль вибромоторчики оставить для веселья. После этого я подключил геймпад к ПК и понял, что все-таки отпаивать все не надо было. Так как если отпаять шлейф со стиками, то геймпад будет считать, что левый стик постоянно нажит вправо. Так что пришлось припаивать этот шлейф заново. Единственное, что я не стал припаивать заново кнопки L3 и R3. Для лучшей плавности хода разбираем и смазываем наши свечи. Делать это, конечно, не обязательно. Но у меня оставалось немного смазки после того, как я собирал себе клавиатуру. Так что решил, почему бы и нет. Корпусом для контроллера мне послужила лестничная ступень. 1500 на 250 на 40. Обошлась мне она примерно в 300-350 рублей, точно не помню. Рисуем в фотошопе или любом другом графическом редакторе предполагаемую раскладку. У меня вышло так. Распечатываем, сопоставляем, кладем пальцами, считаем, примеряем, поправляем. Отрезаем ненужную часть ступени электролобзиком. На этом моменте начинается настоящий хард. Тут было бы все легко и просто, если бы я решил все-таки купить аркадные кнопки. Купил сверло нужного диаметра, да и сверли во всю душу. Но мы же легких путей не ищем. Как я буду делать квадратные отверстия, у меня возник вопрос еще в самом начале моего пути. Решил насечь сначала все это дело стамеской. Но круглые места у меня все-таки есть. Покупаю сверло нужного диаметра и высверливаю их. Там у меня планируются уже купленные в местном магазине тумблеры. Что они и зачем, об этом будет немного позже. Пытаюсь расковырять отверстия стамеской дальше, но это мой первый опыт работы с ней. Деревянные перегородки между планируемыми кнопками ломаются. Все идет не по плану. Сношу совсем эти перегородки, превращая углубления в длинные канавы. Высверливаю отверстия для проводов и добиваюсь стамеской. В получившихся стрёмных дырках свечи, естественно, держатся не так, как хотелось бы. Приуныл. По итогу прошу отца вырезать мне на ЧПУ несколько кусков железа. Рисую ему то, что требуется. Сам пока примеряю место, где будет расположена аркадная палка, дабы сделать под нее отверстие. Шлифую заготовку, но не сильно. Стик слишком большой по высоте, каждый миллиметр на счету. Да и не хотелось сильно соседей травмировать, так что глубокие шрамы типа сучков шлифануть не удалось. Далее покрыл дерево ореховым маслом, которое у меня осталось после одной поделки. Припаиваю провода ко всем требующимся контактам на кеймпаде. Далее покрыл дерево ореховым маслом. Продолжением фрезера или чего-либо подобного рассверливаю все внутри корпуса сверлом френелина из 70 миллиметров. Прошел день, получаю отца вырезанные детали. На счастье у меня были небольшие остатки резальной краски. Покрываю ее детали и оставляю сохнуть. Покрываю корпус вторым слоем масла. Далее устанавливаю железные элементы на свои места. Прикручиваю стик так, чтобы он встал ровно по центру отверстия. Саморезами закрепляю плату от Defender Zoom внутри корпуса. Делаю отверстие в задней части корпуса и прокладываю туда узбихвостик. Прижимаю его саморезами, дабы нельзя было повредить случайный дернов. Чтобы было проще все это собирать, заранее припаиваю небольшие провода к ножкам свечей. Пока лишь у тех, что пойдут на крестовину. Вставляем свечи в их посадочные места. Чтобы понять, что куда паять, я нашел в интернете инструкцию для подключения 5-ти пинового стика. К сожалению, я тупой. А может, просто уже устал на тот момент. Так как смотрел на нижнюю левую картинку, когда мне надо было смотреть на верхнюю... ...левую... ...вышло неприятно. Потому что я к тому времени уже все припаял. Решил, что будет проще поменять провода местами в коннекторе, чем перепаивать. На этом моменте появляются первые два тумблера. Плюсовые направления каждого направления свеча и стика скручиваются вместе и перепаиваются к нужному проводу на геймпаде. Земля кнопок крестовины скручивается вместе и далее идут на первый тумблер. У аркадного стика изначально один провод земли и он сразу идет на второй тумблер. Этим мы добиваемся того, что мы можем отключить крестовые кнопки либо стик по отдельности. На случай, если мы решим играть на чем-то одном из них и посчитаем, что второй метод ввода нам по каким-то причинам мешает. Вставляем оставшиеся тумблеры и свечи, которые будут припаяны плюс-минус аналогичным образом. Осталось дело за малым. Все это спаять. Для начала я определил кнопки по группам и объединил землю с каждой группы кнопок в одну скрутку, как я это уже делал с крестовиной. Далее сделал скрутку из всех этих групп и объединил с землей геймпада. Далее просто припаиваем второй контакт свечей с нужным контактом на геймпаде. И пока на видео происходит усмирение тысячи тентаклей одним паяльником, я расскажу немного о раскладке. Я подписал, какие кнопки за что в моем плане отвечают. Как вы помните, у нас осталось три тумблера. Если первые два были типа ON-OFF, то есть включено или выключено, то оставшиеся три я поставил типа ON-OFF-ON. То есть включено, выключено и включено. Сделано это для аппаратного переназначения нижних кнопок. Земля от этих кнопок идет к земле геймпада. А вот плюс идет на центральный контакт тумблера. А остальные два контакта тумблера идут уже на другие кнопки. Например, нижняя левая кнопка у нас может быть дубляжом кнопки вверх, дабы повторить классическую хитбокс-раскладку. Либо быть дубляжом кнопки L1. Правые две нижние кнопки могут быть дубляжами кнопок L2 и R2. Либо кнопок L3 и R3. Сделано это за тем, что, например, Tekken 7 позволяет назначить кнопки L3 и R3. И тогда мы получаем быстрый доступ к десятью кнопкам. А, например, в Dead or Alive выставить L3 и R3 в управление уже не выйдет. Большой палец правой руки остается неиспользуемым. В этом случае мы переключаем эти кнопки в режим дубляжа L2-R2, так как на основном поле эти кнопки наиболее труднодоступны. Получаем более благоприятную раскладку для игры. Подключаем наш контроллер к ПК и проверяем, что все работает нормально. Теперь нам нужно дно. Я выпросил на работе бесхозный кусок фанеры, из которого нам требуется отрезать кусок нужного размера. Так как высоты ступени не хватило, чтобы стик уместился внутрь полностью, пришлось вырезать в днище из фанеры дыру под него. Покрываем наши днища из фанеры тем же маслом, что мы покрывали ступень. Делаем в фанере отверстия для саморезов, которыми мы соединим ее с основной частью корпуса. Осталась самая малость. Прикручиваем дно саморезами и сверху клеим мебельные ножки. Далее устанавливаем кейкапы. На кейкапы я дополнительно еще установил силиконовые кольца для уменьшения шума. А также устанавливаем голову аркадного стика. КОНЕЦ Еще раз проверим, как это все работает. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Ну и попробуем сделать какие-нибудь вещи в игре. С использованием контроллера как хитбокса у меня никаких проблем не возникло. Но если пользоваться его как стик, даже самые легкие приемы мне давались большим хитбоксом. Исполнять изуны с дополнительной кнопкой вверх это чистый кайф. Исполнять изуны с дополнительной кнопкой вверх это чистый кайф. Исполнять изуны с первого раза. Исполнять изуны с первого раза. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...